Да, это моя первая картина, и мой любимый режиссёр Георгий Николаевич Данелли – это мой крёстный отец в кинематографе. А оказалось, я ходила в кружок балетный, и Георгий Николаевич искал тогда девочку маленькую на роль Цицино. Вот он заглянул в этот класс и увидел меня, маленькую девочку. Я изучала польку и смотрела всем под ножки, потому что я изучала как бы сам экзостис вот этот. И меня вот так он приостановил, всех вот так вот поставили, и все были высокие такие, стройненькие. А я была очень смешным, таким как цыплёночек девочка, с двумя такими зубками, с большой чёлочкой. Ну просто худющая, с большими ушами, он меня вот так вот выбрал на эту роль. Ой, у него всегда к нам был такой, ну я не знаю, он очень добрый, тёплый, любимый на площадке. Тем более он так умел как-то подойти, объяснить всё, что ему надо было и связано с этой сценой. Для нас это было просто, ну вот как вот такой вот самый-самый-самый родной человек на этой съёмочной площадке. Ой, для меня это было праздник, каждый раз приходить. Во-первых, у меня роль была с текстом, то есть я говорила, и Георгий Николаевич всегда, когда меня встречает, и меня первое, что он говорит, скажи свой текст. И я начинаю, значит, вот так вот ручки и говорю, я бы тоже вышла замуж за генерала, брат ведь в долгах, пьяница, муж ни то ни сё, ни рыба ни мясо. А могла бы спокойно выйти за генерала, ну там целый текст этот. И для меня праздник, правда праздник был огромный, потому что с такими великими артистами, пока я ещё была ребёнком, я не осознавала этого всего. Но это был такой нескончаемый, вечный вот Диснейленд для меня. Мне делали кудри, какие-то вот здесь вот завитушки. Они меня сожгли, мне сожгли кожу. Это, естественно, такой дискомфорт на меня произвёл. Я не плакала, но это очень жгло и болело вот это вот тут вот, на этом месте. Далее, когда уже мне Георгий Николаевич объяснил, что я должна стоять, и эта вся история с ребёнком, с перевёрнутым, знаете, да, вот эту... Ну вообще сам фильм шедевр, что не сцены, что то шедеврально. И поэтому Гогик авторадзе курил, и вот он меня нечаянно тоже обжёг. То есть у меня день ожогов был вот в один день. Сколько? Ну вот был, значит, была я, Леван, третий маленький ребёнок, и Суфико вот когда к концу тоже в положении. Значит, ну четыре нас где-то было. И ещё она взяла на воспитание вот маленькую девочку, которая у Вертинской. Я ещё ничего не могла понять, потому что я была в таком ранее 7-8 лет, в принципе, и голова была другим занята. Но тому, чему я служила, мне это всё нравилось. То, что я это на каких-то таких детских моментах, ну вот я понимала, что мы делаем очень-очень талантливое и очень что-то интересное. Потому что каждый был безумно интересен, каждая встреча с великим артистом. Я про Серго Закариадзе потом могу рассказать. Когда мы уже озвучивали картину, и вот он Серго, устав уже от озвучки, потому что, видимо, у него там с утра была смена заказана. И он стоял, это вот глыба огромная для меня, это я прекрасно помню, когда я с бабушкой пришла. И он вышел передохнуть, покурить. И когда вот он выходил, тогда меня Георгий Николаевич просто взял, поставил на стул и начал мне объяснять, что... Ну вот Ика, он меня так и в титрах ей по сей день Ика называет. Ика, значит, вот ты вот видела сейчас, вот ты должна вот в каждую твою вот эту, где ты открываешь ротик, ты говоришь текст, ты должна каждую фразу... Я говорю, я все знаю. Он удивился, естественно. И когда вот эти пошли 10-9, и когда уже ноль был, и я с одного, ну правда, с одного дубля все записала, это вот маленькая девочка, то дверь открылась, залетел вот этот огромный ураган, я не знаю, там цунами взял меня на руки и поцеловал. Вот даже у меня дрожь, потому что это так было. Это для меня как бы поцелуй вот великого артиста, который сказал, что где родители этой маленькой девочки, что это просто он удивлен от того, что вот такой вот... Софью Михайловну я воспринимала, знаете, вот этот фильм очень многое, наверное, тоже какой-то фундамент заложил к тому, чтобы вот эта вот дружба о том, которая уже переросла уже и в свекровь, такую настоящую игру, да, то есть она для меня была с таким источником, вот как раз вот она и была, знаете, вот с живым, такой живой артерией на съемочной площадке, потому что она обычно везде и всю на съемках очень любила семечки. Это вот ее любимая, всегда Георгий Николаевич, ее громко, значит, там при всех, он ее ругал и говорил, все, перестань, Софа, перестань, Софа. А вот она, значит, это все... И она рассказывала какие-то интересные, постоянные или анекдоты, или какие-то истории. И это было так интересно, знаете, вот этот вот сам факт, что я на нее смотрела, наглядеться не могла, то есть она для меня была, знаете, таким вот образцом жизни настоящей артистки. Из фильмов я очень люблю последнюю сцену, ну вот предпоследнюю, когда Серго Закариадзе, я знаю просто эту историю, сам Георгий Николаевич рассказывал, просто сейчас я не буду об этом говорить, у него даже в книге есть, по-моему, вот когда они выбирают два гроба, и он прощается, как бы, и делает вот это пиршенство, где он уходит вглубь темноту, и вот этот красный цвет, который у него, я же не помню, там розочка, по-моему, у него, да, если я не ошибаюсь, вот она как красным пятном. Ну, сама картина гениальная, сам режиссер, я не буду повторяться, но для меня каждая сцена, то, что, ну, что не сцена, то шедевр, что не юмор с трагедией и переплетается, он же это трагикомичен, это великий режиссер и великая картина.